Здравствуйте! Это программа «Дея с толком» в студии Ирина Корчагина. Смотрите в этом выпуске. Все ближе ко дню «Х» стали известны кандидаты, которые пойдут на предварительное голосование в Госдуму и АКЗС от «Единой России». Санитарная резка или резкие решения? Что произошло с цветущими яблонями в центре города? Символичный фактор получается. Вот это память к дереву, казалось бы, в природе. И тут же на фоне вот этих средствных стволов. И почему жителям Барнаула придется попрощаться с Краеведческим музеем? 438 человек пойдет на предварительное голосование для выборов в Госдуму и АКЗС от партии «Единая Россия». Всего в региональный оргкомитет поступило 480 заявлений. Однако 42 участника не прошли по организационным причинам. Уже сейчас ясно – избирательная кампания будет крупной, если даже сравнить аналогичные выборы в 2016 году. Тогда по выборам в Госдуму было зарегистрировано 40 кандидатов, сейчас 93. Если говорить про выборы в АКЗС, тогда было 283 участника, сейчас 345. То есть виден рост примерно в 26%. Как сегодня отметили в региональном отделении «Единой России», все кандидаты в Госдуму и в АКЗС представляют разные профессии, а также социальный статус. Ну вот если говорить про Государственный дом, то 58% – это члены партии, 42% – это либо сторонники, либо беспартийные. В большинстве своем беспартийные – 30% участников. Ну, такое же примерно соотношение у нас законодательное собрание. Здесь 60% – это члены партии, 40% – это люди, которые являются беспартийными, либо сторонники партии. Предварительное голосование «Единой России» в этом году пройдет по всей стране. Жители Алтайского края смогут определить, кто представит «Единой России» на выборах в Госдуму и в АКЗС в единый день голосования – 19 сентября. Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Пройдет оно в смешанном формате. 50% будет проведено по типу электронному. И сегодня работа по регистрации выборщиков ведется и закончится 24 мая. А и 50% будут организованы счетные комиссии на каждом округе, где люди могут прийти и уже в очном формате отдать свои голоса за того или иного кандидата. Алтайские аграрии смогут получить дополнительную поддержку в случае перехода на производство органической продукции. О важных вопросах развития сельского хозяйства поговорили на заседании Совета Федерации, которое состоялось накануне в Москве. На нем присутствовал и губернатор региона Виктор Томенко. Тренд на органику и экологически чистые продукты в нашей стране только набирает обороты. В правительстве уже задумались закрепить на законодательном уровне дополнительные меры поддержки аграриев. Для того, чтобы решить задачу, безусловно, призвана соответствующая государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Этот вопрос мы уже поднимали на недавней встрече руководства Совета Федерации с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустином. Мы обсуждали с министром сельского хозяйства, рассчитываем, что в скором времени все-таки эта программа будет принята. По оценкам экспертов, в стране более 10 миллионов гектаров земель можно задействовать под органическое производство. К слову, Алтайский край с его агропромышленным комплексом и качеством производимой продукции в приоритете. Однако вопросов еще очень много, будет ли это эффективно и как помочь бизнесу. По мнению Виктора Томенко, вариантов несколько. Например, введение субсидий на изменение целевого назначения земель. Для организаций, получивших статус производителя органической продукции, также предлагается предусмотреть повышенные ставки тех субсидий, которые сегодня предоставляются в рамках поддержки на проведение комплекса агротехнологических работ. Также важно компенсировать затраты на саму сертификацию продукции. К 2022 году планируется закон доработать. В целом, по мнению властей, производство органики способно улучшить экономические показатели в стране и в регионах, а также повысить качество и продолжительность жизни населения. Барнаульцев возмутила якобы санитарная обрезка деревьев в сквере на проспекте строителей. После того, как спилили 21 яблоню, общественники и горожане забили тревогу в соцсетях. Так какие деревья в городе действительно нуждаются в спиле, выясняла Валентина Аскерова. Очень символичный фактор получается. Вот это память к дереву, казалось бы, в природе. И тут же на фоне вот этих средствных стволов. Вместо красивейших цветущих яблонь, одни обрубыши и деревья, которые годами радовали прохожих, спилили в начале прошлой недели. О случившемся архитектор и общественник Александр Деринг узнал в социальных сетях от своей подписчицы. Буквально со слезами она рассказывает, что она вышла, видимо, на следующий день после рубки с дочерью посмотреть, как цветут. Даже не зацветали уже вот эти вот ранетки яблони. И девочка маленькая, дочка увидела, заплакала. Как это так? Что такое? Где деревья? Где наши цветочки? А вот клёны, с которыми действительно нужно бороться и которые внесены в чёрную книгу Алтайского края в сквере остались, возмущается Деринг и представители администрации ЖД района. Последние, в свою очередь, пояснили, что никакого отношения к обрезке яблонь не имеют. Мы уточнили, во-первых, управляющая компания, она этого не делала, управляющая компания первая. Комитет по дорожному хозяйству городской благоустройства транспортной связи, который непосредственно является ответственным за снос деревьев, безусловно, тоже этого не делал. Администрация района была направлена письмо в отдел полиции по железнодорожному району в целях выявить злоумышленника, который произвёл снос деревьев. Посмотрите, вот это апофеоз. Сколько они здесь уже стоят, что они побелели. Это сухостой, самый хрупкий. А это целый туннель из аварийных деревьев. Каждый день его преодолевают сотни садоводов. Коридор ведёт сразу к трём садоводствам. Восход, энергетика центральная. Часть огородников обходит ветхие деревья по проезжей части. Другая идёт напрямик. Смотрим наверх, что будет. Конечно, боимся. После каждой бури тут падают не только ветки, но падают и деревья. Жительница Барнаула Татьяна Трупанова, да и все горожане призывают властей обращать внимание на реально опасные деревья. Конкретно эти находятся в центральном районе города. И они требуют скорейшего сноса, либо правильной омолаживающей обрезки. В противном случае беды не именовать, уверена Татьяна. А смотрите, в каком состоянии основание того дерева. Но оно вот тоже скоро завалится. Ну а кому помешала аллея из яблонь, в котором стоять бы ещё долгие годы, будет выяснять полиция. Одно уже ясно. Весеннего благоухания здесь придётся ждать долго. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком. После субботника из парка юбилейный вывезли более пяти камазов мусора. В рамках реализации гранта «Парк здоровья вместо свалки» состоялась экологическая акция. Жители краевой столицы вместе с волонтёрами очищали парк от мусора два дня. Подробности далее. Это не прогулка по роще, а поиск мусора. Парк юбилейный – одна из самых больших зелёных зон Барнаула. Площадь почти 60 гектаров. И чтобы возродить в нём жизнь, общегородского субботника оказалось мало. На наш призыв от ЛИКМОС более 500 человек. Это представители учебных заведений нашего города. Это и Академия гостеприимства, это и автомобильный колледж, и политехнический институт, и строят ряды, целый ряд организаций города. Ну, в общем, все те люди, которые хотят возрождать юбилейный. В субботник такого масштаба в этом парке проводят впервые. Главная задача – вывести юбилейный из состояния заброшенности. Экологическая акция – только первый шаг, но, как заверяют организаторы, далеко не последний. Это место, где можно провести время наедине с природой. Это во-первых. Второе – это природа, потому что здесь и лес, здесь и животные, здесь и птички. И вот много здесь, скажем, таких биоразнообразия. Поэтому, я думаю, такие места нужно сохранять и чистить постоянно, ухаживать за такими местами. После двух дней экологической акции вывезли более пяти камазов мусора. Впереди долгая работа по восстановлению парка. Но то, что у юбилейного будет вторая жизнь, многие уже не сомневаются. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком. Эти врачи внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Пульмонологи обучали своих коллег работе с пациентами, создавали центры для введения консультаций и дежурили без выходных. Но, несмотря на это, не прекращали плановый прием. А сегодня отмечается их профессиональный праздник. Эти специалисты диагностируют и лечат заболевания дыхательной системы от бронхитов до абсцессов легких. А с приходом пандемии коронавируса именно они оказались наиболее востребованы. Коллектив ковидного госпиталя строился, конечно, на основе пульмонологов, которые задали тон, помогли и показали, как лечить респираторных больных, потому что остальные специалисты не были к этому готовы. Мы консультировали очень много пациентов по краю в составе консультативного центра. Мы дежурили круглосуточно. Несмотря на пандемию, пульмонологи продолжили вести и плановый прием. Софья Пасохина только недавно окончила ординатуру, а уже сейчас за на ее ответственности четыре палаты. И в каждой из них до пяти пациентов. Учитывая нагрузку, коллеги всегда помогают молодым врачам советам. Был самый сложный случай. Это был как раз постковидный пациент, пациент, находящийся на гемодиализе, с сахарным диабетом, с хронической болезнью почек. Так вот все это в совокупности ухудшило его состояние. Поэтому пришлось обратиться за помощью к Дине Владимировне. На данный момент мы выписали этого пациента. Он здоров. Сергей Искуснов – пациент пульмонологического отделения. Мужчина почувствовал, что ему становится тяжело дышать, обратился в поликлинику, а уже оттуда наскоро его отправили в пульмонологию. «Пришел сюда, с меня выкачали с легкого полтора литра жидкости, с одного легкого. Полтора литра. Ну, все, задышал, прям самочувствие хорошее. Ну, и начали мне всякие вот ингаляции, вот, колы, и все. Я вот сейчас теперь себя чувствую прекрасно». Именно к такому результату для всех пациентов и стремятся пульмонологи. Свой праздничный день они, как и всегда, встретили на рабочем месте. Но это их совсем не расстраивает. Ведь здоровье пациентов, говорят, важнее всего. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульские школьники просят водителей соблюдать скоростной режим. С таким призывом они обратились к автолюбителям в рамках проведения шестой глобальной недели безопасности дорожного движения. Акция стартовала сегодня по инициативе ООН и проходит она по всему миру. Только за минувшие четыре месяца на дорогах Барнаула произошло 255 ДТП, в которых погибли пять человек. Около 300 получили травмы различной степени тяжести. Из них почти половина были сбиты на пешеходных переходах. Одна из причин – несоблюдение скоростного режима. И сегодня совместно с ГИБДД школьники смогли лишний раз напомнить водителям о безопасности на дорогах. Привлечь внимание водителей к безопасности дорожного движения, чтобы они были осторожнее, внимательнее. Всегда пропускали пешеходов, снижали скорость при проезде пешеходных переходов, проезде мест, где общеобразовательные организации, детские сады. Акция продлится всю неделю с 17 по 23 мая под общим девизом «Снижаем скорость, сохраняем жизнь». Краеведческий музей уходит на реконструкцию. Один из старейших объектов Алтая в этом году получил 330 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов на ремонт помещений и новую пристройку. Когда закончится реконструкция и будет ли на время ее проведения работать в Краеведческий музей, знает Маргарита Гартунг. Первый музей Западной Сибири. Один из старейших объектов Алтая. Краеведческий музей уходит на долгожданную реконструкцию. Основное здание уже почти век требует ремонта. Но разговоры о нем зашли только пять лет назад. Музей уже безусловно требует серьезной реконструкции и обновления как самого здания, так и экспозиции. И, наверное, нам пришло уже такое время это начать. То есть все сложились, все звезды. Поэтому мы этому очень сильно рады. Сколько уже лет музей требует реконструкции? Ну, если мы берем за основу 1913 год, когда сюда зашли, так сказать, если можно так выразиться, экспонаты музея, здесь стал уже основательно располагаться музей, то это более ста лет. То есть более ста лет здесь не делалось ни разу ни одного капитального ремонта. По планам здание должно преобразиться к 2023 году, когда музей будет отмечать свой 200-летний юбилей. Во время реконструкции часть экспозиции переедет в другие здания. Уже в эту субботу, в день проведения всероссийской акции «Ночь музеев», краеведческий распахнется и двери по двум адресам. Это Ползунова 39, выставочная площадка, и Красноармейский 28, или Интернациональная 118. И хочу отметить, что в музейную ночь мы там откроем новые экспозиции, конечно, в очень небольшом формате. Тем временем остальные экспонаты постепенно покидают свои места. Уже разобранное дело Древний Алтай и горнозаводское производство. Любимый экспонат барнаульцев Лос-Снежок отправится в архив музея на все время реконструкции. Напоминаем, что на данный момент фонд краеведческого музея насчитывает более 200 тысяч единиц хранения, а многие из них не имеют аналогов. В собрании музея сохранилось пять экспонатов, созданных в 1820 году. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком. А вот общественники в Барнауле отреставрировали мемориальный комплекс своими руками, доказав, что для того, чтобы обновить памятник, не нужны многомиллионные вложения или долгие годы. Памятник, посвященный воинам-афганцам, находится на территории школы номер 49 около 20 лет. Его возвели в честь бойцов, которые когда-то учились в этом учреждении. Еще недавно мемориальный комплекс был в плачевном состоянии. Поспитанники борцовского клуба «Богатырь», которые, кстати, базируются в этой школе, сами убрали площадку, покрасили танк и ракетный комплекс, засыпали крошкой подступ к памятнику. Это герои Советского Союза, это пацаны-афганцы, они защищали советскую родину, то есть на подступах в Афганистане. Вот мы из-за них, в принципе, и начали все это делать. А они погибли, да? Да, они погибли. Мы никому не обращались, мы все на свои деньги купили краску. Мы сделали сами это от чистого сердца. Это растение внесено в Красную книгу России. Полюбоваться его цветением можно всего две недели. Кандык растет в Северной Америке, в горах Европы, на Кавказе, в Японии и в Алтайском крае. В Косихинском районе накануне прошел праздник цветения кандыка. Подробнее расскажет мой коллега Артем Гусельников. Кандык – один из самых красивых майских первоцветов. Раньше его употребляли в пищу и даже лечили с помощью него болезни. Но сейчас кандык внесен в Красную книгу России, и им можно только любоваться. Именно поэтому период цветения в селе Плотниково отмечают с особым размахом. В этом году у нас уже группа туристов приезжали, им очень понравилось. Цветение начинается, обильное цветение у нас где-то с 6 мая. И вот на данный момент он еще цветет. Где-то две недели у него цветение происходит. Реликтовое растение редкое у нас, в Косихинском районе только у нас. Больше нигде нет этого растения. Красивый цветок, к семейству лилейных относятся. С лилейными кандык объединяет прежде всего луковицы, из которой он вырастает. Именно ее форме растение и обязано своим названием. С тюркского языка в переводе – собачий зуб. А назвали, потому что сама луковица похожа на клык собачий. Кандык для жителей Плотниково – это не просто красивое растение и событие для экотуристов, но еще и ремесло, и направлено оно на благотворительность. Мы ходили делать вот такие кандычки. Это долгое время мы делали, и все вырученные деньги мы планируем направить на подарки юбилярам, пенсионерам. Начиная с 60 лет – 60, 65, 70, и покупаем памятные подарочки. А для остальных жителей села подарком стал сам праздник, который проходит уже второй год. В этот раз на нем выступили музыкальные коллективы, организовали развлекательные площадки и даже приготовили традиционную вологодскую выпечку – тетери и пряженики. Ведь именно с берегов Вологды во время войны сюда переехали многие старожилы. А сейчас на цветение кандыка в Плотниково едут люди из разных регионов и сел. Праздник очень хороший, все нравится, очень много площадок. Спокойно, празднично и по-деревенски, наверное, тихо как-то. Я восхищена работами, которые у нас находятся в Доме культуры. Мастера все-таки Плотниковские – это действительно таланты. Плотниковские таланты надеются, что в будущем их труд, как и сам Кандык, сможет увидеть как можно больше людей. Уже в этом году, по заверению главы села, начнут ремонт дорог не только в Плотниково, но и на пути к нему. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В Молодежном театре Алтая новый режиссер. Алексей Серов, сменив Петербургский Эрмитаж, перебрался в Барнаул, чтобы на алтайской сцене ставить известные сцены. За плечами режиссера уже 102 спектакля. Он сотрудничал с театрами Москвы, Новосибирска, Красноярска и многих других городов России. Что повлияло на переезд и какие планы у опытного режиссера, расскажет Дмитрий Дроздов. Знакомьтесь, гуру режиссерского поприща Алексей Серов родился в 1965 году и уже как 28 лет живет театром. По первой профессии музыкант, однако позже поступил в Ленинградский институт театра. Направление – режиссер драмы. С тех пор больше ста спектаклей в ведущих театрах России. Зрителям Барнаула Серов уже известен. Два года назад режиссер поставил в молодежном театре трагикомедию «Наш городок» по пьесе Тартона Уалдера. В этом году мы решили скрепить наши отношения какими-то такими прочными узами. Я очень рад. Меня замечательно приняли здесь. Знаете, как говорит один такой маститый российский театральный деятель, режиссер, который приезжает на постановку, он любовник. А вот главный режиссер – это уже муж. Вот я в данном случае приезжаю как муж. Опыт руководства большим творческим коллективом у Алексея есть. С 1992 по 1997 год он был главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел». Потом три года руководил театром юного зрителя в Волгограде. В 2016 и 2017 году Алексей Серов был главным режиссером Хабаровского краевого музыкального театра. «Театр – это такое замечательное место встречи. Встречается режиссер с автором. Это та электрическая дуга, которая возникает между артистом и зрителем. Это и есть, собственно, театр. Вот это сиюминутное человеческое общение и реализация друг в друге». Планов на будущее у новоиспеченного главного режиссера много. Но, говорит, сначала нужно закончиться спектаклями в других городах. А с января он полностью окунется в Алтайский театр. Уже в марте 2022 года жители краевой столицы будут ждать романтическая премьера, подробности которой под секретом. Но Алексей уверяет – будет интересно. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Остается ровно три дня до старта самого долгожданного спортивного события на Алтае. 20 мая стартует второй этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Больше 400 участников из 50 стран сразятся на водной арене за 6 олимпийских лицензий на игры в Токио. Зрители ожидают насыщенная спортивная программа на протяжении всех четырех дней. Сам Кубок мира – розыгрыши и концерты. Приехать на гребной канал можно будет на бесплатном автобусе, который уезжает с речного вокзала. Необходимо только показать свой билет. Также можно доехать на специальной электричке. Нас ожидает великое событие историческое, потому что никогда такого не было, чтобы соревнования такого высокого международного уровня проводились в Алтайском крае. Надеемся, что эти соревнования пройдут успешно при большом стечении зрителей, при красивой, яркой спортивной борьбе. На этом у меня все новости. Через несколько секунд прогноз погоды. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова